здравствуйте ребята спасибо что пришли в гости к дедушке саше сегодня расскажу вам сказку который называется ох давным-давно в прежние времена может быть когда и отцов и дедов наших еще на свете не было жил себе бедный человек женой был у них один сынок до такого ленивый что никому не приведись делать ничего не делает все на печи сидит даст мать ему на печку поесть поезд а не даст так и голодный просидит а уж пальцем не пошевелить отец с матерью горюю что нам с тобой сынок делать горе ты наша все это дети своим отцам помогает а ты только хлеб переводе горевали горевали старуха и говорит что ты старый думаешь сынок уже до возрасту дошел а делать ничего не умеет ты бы его отдал куда в учение либо на работу может чужие люди чему-нибудь и научат отдал отец его бодраки он там три дня пробыл да утек залез на печь и опять посиживает побил его отец и отдал портному учение так он и оттуда бежал его и кузнецу отдавали и сапожнику толку мало опять прибежит ты на печь что делать ну говорит старик поведу тебя такого сякого в иное царство а откуда уж не убежишь идут они себе долго ли коротко ли и зашли в темный дремучий лес притомились видит обгорелый пенек старик присел на пенек и говорит ох как я притомился только сказал вдруг откуда ни возьмись маленький старичок сам весь сморщенный а борода зеленая по колено чего тебе человече надо от меня старик удивился откуда такое чудо и взялось и говорит да не уж ты я тебя кликал как не кликал сел на пенек да и говоришь ох да я притомился и сказал ох а ты кто такой а я лесной царь ох ты куда идешь еду сына на работу или в учение отдавать может добрые люди научат его уму разом а дома куда не наймут убежит и все на печке сидит давай я его найму и научу разом только уговор сделаем через год придешь за сыном узнаешь его бери домой не узнаешь еще на год служить мне оставишь хорошо говорит старик ударили по рукам старик пошел домой а сына оху оставил повел ох хлопца к себе прямо под землю привел к зеленой хатки а в той хатке все зеленые и стены зеленые и лавки зеленые и охова жинка зеленые и дети все зеленые и работники тоже зеленые усадил ох хлопца и велит работникам и его накормить далее ему борща зеленого и воды зеленый поел он и попил ну говорит ох пойди на работу дров наколи да наноси в хату пошел хлопчик колоть не колол а лег на травку да и заснул приходит ох а он спит ох сейчас кликнул работников велел наносить дров и положил хлопца на поленицу сгорел хлопец ох пепел по ветру развеял один уголек и выпал из пепла спрыснул его ох живой водой встал опять хлопчик как ни в чем не бывало велели ему дрова колоть и носить он опять заснул ох поджог дрова сжег его снова пепел по ветру развеял один уголек спрыснул живой водой я жил хлопец да такой стал прихожей что загляденье ох и третий раз его спалил спрыснул опять уголек живой водой так из ленивого хлопчика такой статный да прихожей стал казак что ни вздумать не взгадать только в сказке сказать пробыл хлопец у ох а вот идет отец за сыном пришел в лес к тому обгорелым пеньку села говорит ох ох и вылез из-под пенька здорово дед здорово будь ох пришел из-за сына ну иди узнаешь твой будет не узнаешь еще год служить мне будет приходит они в зеленую хату ох взял мешок проса высыпал налетела воробушка в целой тучи ну выбирай какой твой сын будет старик девица все воробушки одинаковые все как один не узнал сына так иди домой говорит ох еще на год оставлю твоего сына прошел и другой год идет опять старик к оху пришел сел на пенек ох ох и вылез ну иди выбирай своего сына завел его в хлев а там бараны все как один старик глядел глядел не мог узнать сына иди себе говорит ох еще год твой сын проживет у меня загоревал старик да уговор таков ничего не поделаешь прошел и третий год пошел опять старик сына выручать идет себе по лесу слышит жужжит около него муха отгонит ее старик она опять жужжит села на на ему на ухо и вдруг слышит старик отец это я твой сын научил меня ох уму разуму теперь я его перехитрю велит он тебе опять меня выбирать и выпустит ногу голубей ты никакого голубя не бери бери только того что под грушей будет сидеть озерен клевать не будет обрадовался старик хотел с сыном еще поговорить а муха уже улетела приходит старик к обгорелым пеньку ох вылез он и повел его в свое лесное подземное царство привел к зеленой хатке высыпал мерку жито и стал кликать голубей налетела их такая сила что господи боже мой и все как один ну выбирай своего сына дед все голуби клюют жито один под грушей сидит находился и не клюет вот мой сын ну угадала старик забирай своего сына взял ох того голубя перекинул через левое плечо и стал такой пригожий казак какого еще и свет не видал отец рад обнимает сынка целует и сын родехник пойдем же сынок домой идут дорогу сын все рассказывает как оха жил отец говорит ну хорошо что ног служил ты три года в лесного царя ничего не выслужу а остались мы такими же бедняками да это не беда хоть живой воротился и то ладно а ты не горюй отец все обойдется идут они дальше повстречали охоту соседские паны лисиц гонят сынок обратился гончий собак и говорит отцу будут торговать у тебя паны гончими продавай за 300 рублей только ошейник не отдавай сам погнался за лисицей догнал ее поймал паны выскочили из лесу и к старику твоя дед собака моя добрый кончик продай на купите а сколько хочешь 300 рублей но только без ошейника да на что нам твой ошейник мы получше купим бери деньги собака наша взяли собаку и погнали опять на лисиц а собака не за лисицей а примехонько в лес обернулась там хлопцем и опять к своему отцу идут опять отец и говорит а что нам сынок те 300 рублей только хозяйством обзавестись до хату под в рай а жить то опять не на что ладно отец не горюй сейчас повстречаем охотно перепелов я обернусь соколом ты меня и продай за 300 рублей только смотри шапочку не отдавай идут они полем наехали на них охотники увидали у старика сокола а что дед продай нам твою соку купить а сколько то за него хочет а давайте 300 рублей отдам сокола только без шапочки и на что нам твоя шапочка мы ему парчевую справим ударили по рукам получил старик 300 рублей пошел дальше охотники пустили того сокола за перепелками а он примехонько блес ударился об землю опять стал хлопцем догнал отца ну теперь мы разживем все понемногу говорит старик постой отец то ли еще будет как поедем мимо ярмарки я обернусь конем а ты меня продай дадут тебе тысячу рублей только издечку у себя 100 вот приходит он на ярмарку сын обернулся конем такой конь лихой и приступить страшно старик тянет его за уздечку а он удила рвет копытами землю бьет понаходил этот купцов видим невидимо торгует у старика коня тысячу рублей без уздечки говорит старик так отдам да на что нам твоя уздечка мы ему позолоченную купим говорят купцы даю 500 но деду перс не отдает вдруг подходит к нему кривой цыган сколько тебе человече за коня тысячу без уздечки ха дорого бать бери 500 с уздечкой не не с руки и такая цена говорит старик но 600 бери как стал тот цыган торговаться так старика и ни на шах не отпускает но бери батя тысячу только с уздечкой нет уздечка моя добрый человек где же это видно чтоб коня продавали без уздечки а передать твои из рук руки как как хочешь моя уздечка но бать я тебе еще пять рубликов накинуть давай коня дед подумал подумал уздечка каких-нибудь три гривенника стоит а цыган дает пять рублей взял и отдал ударили по рукам и пошел дед домой а цыган скачал на коня а то не цыган то ох был перехитрил он хлопца понесся конь шо стрела повыше дерево пониже тучи и все на камень бьет норовить сбросит оха но не тут то было вот приехали не в лес подземное царство ох в хату вошел а коня у крыльца привязал поймал таки бисова сына говорит ох своей жинки к вечеру своди его на водопой повела вечером жинка коня на речку стал он воду пить а сам старается глубже в воду забраться баба за ним кричит ругается он все глубже да глубже дернул головой она уздечку и выпустила бросился конь в воду ты обернулся окунем баба закричала ох выбежал не долго думая обернулся щуку и ну гонять окуня окунь окунец добрый молодец повернись ко мне головой покалякаем с тобой а окунь в ответ коли ты куманек поговорить хочешь говори я тебе и так слышу долго гонялась щука за окунем не может поймать а уж окунь уставать вдруг увидела на берегу купальню а в это время в купальню царской дочь купаться шла вот окунь выбросился на берег обернулся гранатовым перстнем в золотой оправе и подкатился к царевне под ноги царевна увидела ах хорош перстенек взяла его да на палец надела прибежала домой и хвалится какой красивый перстень я нашла царь залибовался а ох увидал что окунь обернулся перстень сейчас же обернулся купцом и пошел к царю здравствуйте ваше величество я к вам за делом пришел велите вашей дочке отдать мой перстень я его своему царю до воду ранил она подняла велел царь позвать царевну отдай дочка перстень вот хозяин нашелся царевна заплакала ногами затопала не отдам заплати купцу за него сколько просит а перстень мой а ох тоже не отступает мне на свете не жить коли не привезу того перстня своему царю царь опять уговаривает отдай дочка а то через нас человеку несчастье будет но коли так говорит царевна так пусть ни тебе ни мне не будет ты бросила перстень на землю а перстень и рассыпался жемчугом по всей хате и одна жемчужина подкатилась царевне под каблучок она и наступила на нее ох обернулся коршуном и давай жемчужиной зерна клевать клевал 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 все поклевал отяжелел чуть двигается одного зернышка под каблучком у царевны не заметил и та жемчужинка покатилась покатилась и обернулась ястребом и бросилась на коршуна коршун лететь не может ударил ястреб клювом несколько раз коршуна по голове из того и дух вон так и не стало больше оха а ястреб ударился об землю обернулся пригожим хлопцем таким пригожим что увидала его царевна и сразу влюбилась говорит царю как хочешь только за этого хлопца замуж пойду а больше ни за кого царю то не охота за простого казака дочку отдавать да что с ней сделаешь подумал подумал да и велел гостей созывать такую веселую свадьбу справили что весь год о ней вспоминают тут и сказочки конец а кто слушал тот молодец